привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим про стрим с разработчиками как обычно этот стрим прошел тяп-ляп и самое понятное на этом стриме это был мужик который дрелью там что-то сверлил это была самая понятная часть стрима поскольку хотя бы было понятно что происходит две бибы и бобы которые в качестве разработчика больше всего что-то там отвечали рассказывали один пытался какие-то только понятные ему шуточки шутить 2 там что-то успокаивал и показывал какой он весь такой царь и только третий разработчик которого я называю бородатик я забыл как его зовут потому что тупой танкист только он мог вменяемая рассказать про механики игры как они устроены чё там происходит почему так или иначе куда они стремятся и чего пытаются добиться только его можно было послушать и понять действительно что там что-то в башке у разработчиков происходит но давайте по порядку чё там вообще происходило я на сайте картошки как подсказочку себе открыл новость про этот стрим чё там было кратко плюс еще в конце я добавлю то чего не вошло в эту новость потому что там очень интересные вещи картошечка у себя на сайте про это не захотела писать видимо самим не понравилось что они там на отвечали и так в начале стрима очень много было про коллекционную технику компенсация никакой не будет честно говоря я вообще не понял какую компенсацию за шо вы просите эти танки будут просто такими же танками как и сейчас просто они не будут находиться в ветке прокачки они просто будут отдельно по кнопочке нажимаешь открывается магазин коллекционных танчиков и они там есть и ты их там за серебро покупаешь все какая компенсация они никуда не делись они просто не в ветке а рядом находятся ничего не изменилось вообще они никак не меняются ничего с ними не произошло они столько же стоят и когда их покупаешь их точно так же нужно вывести в топ если ты их не вывел все о чем идет речь вообще какие компенсации полчаса там мусуль или те акционные танки мне кажется это самое неинтересное бесполезное что вообще происходит сейчас картошки вообще пофиг на эти коллекционные танки абсолютно полностью единственно что понятно это ветки будут без них более ровные четкие понятные простые визуально и вообще в принципе открываешь ветки и все становится четким это хорошо ну и все о чем тут говорить я вообще не понимаю сейчас уже тестируются на тесте и в следующем патче будет увеличение хп низких уровней отлично также еще пару танчиков посовывают в веточках туда-сюда вот и все изменения о чем тут разговаривать и вообще не знаю я в принципе еще до стрима сказал что они так долго будет этому соль также еще по чертежам они добавили еще ничего с ними толком не делали они как были так и остались еще никак не дорабатывались поэтому они сказали что чертежи будут доделывать дадут возможность работать с ними более приятно и гибко не так как сейчас принципе они мне уже не нужны потому что я все ветки в игре прокачал поэтому пока они там чертежи свои развивают они мне уже не нужны я получил в меню чертежей они столько много она давали что я все ветки в игре прокачал алло разработчики прием они мне уже нахер не нужны пока вы их там до разрабатываете куда их всувать после нового года я уже 6 веток докачал до 10 уровня чертежами и вообще на тех танках не играл просто поклацал кнопочку за чертежи прокачал алло доработки прием уже можете закрывать чертежи вообще не понимаю там скорость развития игры просто космическая зато мусор в ангаре набивается такой скоростью что игра не успевает за этим набивание мусора но те кто играют редко у них видимо чертежей явно будет поменьше чем у меня поэтому для них эти изменения будут хороши поздравляю также еще на стриме с разработчиками разговаривали про песочницу про изменение там снарядов фугасов арты и так далее разработчикам в принципе понравилось что эти изменения повлияли на частоту использования основного снаряда но нужно двигаться в этом направлении дальше и дорабатывать поскольку на песочнице они получили много данных и теперь плюс-минус надо дальше развивать это направление не хотят делать снаряды за голду потому что это будет pay to win заплатил чтобы нагибать поэтому будут мучаться и дальше сованием этих снарядиков туда-сюда пусть мучаются это же так гениально у нас в игре есть два снаряда которые выполняют одну и ту же функцию нанести урон врагу каким чаще снарядом будет пользоваться тем которым легче нанести урон поэтому что им нужно сделать если они хотят сделать просто два разных снаряда чтобы их в разных ситуациях использовали и все но видимо они будут еще над этим работать не один год также по поводу фугасов на песочнице сказали что вообще полностью не очень получилось ничего не понятно какой там куда урон будет вылетать не стало более ясно настроено все было не так будут переделывать как они сказались обосрались и с фугасами и артой все было настроено не так будут настраивать по-другому все тут не о чем говорить когда настроят видимо опять будем это тестировать в общем будет двигаться в том направлении чтобы фугасные снаряды более прогнозируемо наносили урон как они будут делать это в игре где даже обычный снаряд выборный чуть ли не во всем ну флаг им в руки по поводу артиллерии оглушение убирать не хотят возвращать старые бэбэшки которые были раньше тоже не хотят премиумные арты тоже не будет и в общем-то артиллерия которую они сделали на песочнице особо никому не понравилось не зашла да и в целом это было тупо когда фугас наносит больше урона чем бэбэшка у арты нафига бэбэшка нужно если ей нужно еще попасть пробить чтоб не было там какого-то рикошет или попадания на хрен он нужен вообще если можно просто фугасом стрелять еще и по кучам танков наносить урон плюс еще и оглушение короче арту они плохо настроили ничего не получилось будут переделывать также поговорили про экипаж 20 в общем что-то там понаговорили это была самая непонятная часть стрима в общем будет какое-то подразделение внутри которого будет 4 кучки непонятного чего каждая кучка будет обучена на свой танк в общем мы одно подразделение сможем обучить на 4 танка плюс еще будет какое-то чувырла которая улучшает все это дело каким-то образом и мы там складываем какой-то набор перков чего это я там услышал на этом стриме это просто забей никто ничего не понял просто ни черта но многие там зрители в комментариях писали что это будет как вот blitz я вот blitz не играю поэтому чё там будет это просто одна картинка внутри которой 4 картинки и эти 4 картинки каждая занимается своим танком и можно это все пересаживать между четырьмя танками не переобучая плюс еще это же кучка непонятного говнеца может садиться на все прям танки этой нации и того же типа техник плюс еще какая-то хрень к там чё-то куда-то улучшает если ее туда куда-то засунуть у это просто по поводу оборудования 20 с оборудованием тоже не все так просто у каждого танка будет я так понимаю столько же три места видимо куда можно воткнуть оборудование но если мы будем втыкать оборудование правильного типа в правильную клеточку то нам сверху еще того что дает это оборудование которое мы поставили еще бонус будет получается на нашем танке будет допустим модуль один на урон один на защиту один на обзор если мы все это сложим правильно то там будут какие-то бонус плюс еще будет много разных модулей также мы сможем собирать и без бонусов что захотим то и воткнем то есть мы можем опираться на эти бонусы можем на них забить и сделать что-нибудь свое в целом это дает возможность очень сильно разнообразить собирание танчика но в целом мы все это воткнем и дальше будем играть в картошку все какого геморроя это нам добавит много разных модулей на разных танках это означает что раньше один досылатель который мы носили по всему ангару за 10 голды перетыкали такого уже скорее всего не будет и на каждый танк нам придется заново покупать все модули за серебро а это дополнительные расходы по серебру и перетыкать модули с танка на танк мы будем реже поскольку они на всех танках будут разные этого точно стоит ожидать да это будет более разнообразно чем сейчас но будет ли это интересно мы увидим когда это все уже будет сделано пока на словах она немного заинтересовало но немного и насторожило посмотрим как она получит также по поводу модулей разработчики понимают что снимать боновое оборудование за 200 бон это дорого но сделали это специально чтобы вы не носили боновое оборудование по всему ангару и перетыкали их чуть ли не перед каждым боем по всем танкам по всему ангару со временем они что-то с этим сделают то ли сделают цену меньше то ли бонов больше то ли фиг его знает чё но что-то с этим сделают по поводу ранговых боев очень долго там что-то размусоливали но видимо до разработчиков так и не дошло что ранговые бои полное говно это что вспышка хотел им донести идею того что без награды в ранговые бои никто играть не будет разработчики видимо не поняли а панков вообще сказал что а разве награда не является стимулом играть в этот режим так можно тогда вообще просто кусок говна режим какой-то сделать хотя по сути рановые бои таким режимом является а в конце просто косточку кинуть и собаки побегут гениально также еще будет ребаланс техники который уже начался там тестироваться ребаланс ветки е100 из 4 и т110 е5 будут балансить не только эти десятки но и все эти ветки странно что забыли про китайские танки которые в принципе почти все конченное говно чешские танки тоже можно было бы уже переделать потому что они уже устаревшие также в этом году картошки будет 10 лет нас ждет много игровых событий и много различных наград насколько я понял еще вокруг 9 мая будет какой-то пве режим посмотрим что нас ждет разработчикам понравился режим 770 там где играли 7 на 7 на десятках попробуют еще использовать этот режим и если он еще раз зайдет будут уже развивать его более активно ну в принципе нравится всем режим и хорошо наконец-то случайно пальцем в небо ткнули и что-то получилось по поводу бонового магазина раз полгода ассортимент там будет пополняться по поводу прозрачных непрострелимый текстур и скользких объектов где танчики скользят на сайте написано что разработчики работают над исправлением этих неприятностей в игре но на стриме я слышал совсем другое что разработчики даже не хотят туда лезть потому что технология которую они использовали при переводе карт вожди принадлежит не им то есть почти все принадлежит им а какой-то там движок какой-то сране принадлежит не им и вот эти вот скользкие всякие камни и так далее они не могут исправить потому что она даже не им принадлежит не хотят туда лезть потому что что-то там в движке надо перерыть перековырять но на сайте написали что они над этим работают на стриме они сказали что даже лезть туда не хотят я думаю что скорее всего не просто забьют болт как обычно и все также еще из того что не вошло в статью на сайте картошки о чем они не захотели писать про колесников спросили очень хороший вопрос какого черта это чудище несется на очень большой скорости резко разворачиваются в него невозможно стрелять их нужно переделать предложил main machines потому что в данном виде играть с колесниками в картошку ну просто невыносимо да и эти колесики имеют бронирование лучше чем у всяких маусов на что разработчики сказали что возможно переделают колесник но в целом что-то не не густо как-то они на это отвечали сначала хотели лишь бы как-нибудь отнекаться но в итоге получилось что это довольно таки проблематичный вопрос для игроков разрабам то конечно нас также я еще очень четко от разработчиков услышал что они думают про карты для них карты где есть дисбаланс больше десяти процентов это в принципе нормально сейчас у нас есть целых две карты где дисбаланс респал по победам около десяти процентов то есть один респ побеждает намного чаще чем другой и это типа нормально по ощущениям когда ты попадаешь на слабый респ ты всегда с него проигрывал зато когда попадаешь на сильный ты по ощущениям всегда выиграешь конечно если собрать статистику ты из проигрышного респа можешь выиграть да из победного тоже можешь проиграть но еще кто-то из разрабов ляпнул что да и 70 на 30 процент побед на респах в принципе тоже нормальный как можно было это ляпнуть просто не знаю в целом понятно по картам что придется играть на таких на кончены дисбалансных картах никогда это не исправится потому что разработчики у нас вот такие дисбаланс респал это у них нормально когда карты перекошенные позиции все сикость-накость и когда фланги один сильнее другой слабее это вообще классно принципе такой вот стрим с разработчиками очень много было не нужно вообще какого-то бреда пару полезных вещей я все-таки услышал но этого было очень мало конкретики какой-то по какой-то теме ничего подготовлено особо не было был только один человек который разбирается в механиках игры его ответов было очень мало в основном отвечали два балабола которые черти шо мелят и все с вами был варчик играть красиво всем пока и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...